Владимир Сутеев. Мешок яблок. Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы да ягоды для своих зайчат. Но как назло, ничего ему не попадалось, ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблоню, а яблок румяных на ней и под ней видимо-невидимо. И долго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела, на пенек села и каркает. Кар-кар-безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит, а у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц, обомлел. Перед ним медведь стоит. Что это у тебя там в мешке? спросил медведь. Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит. Вот яблочки, угощайтесь, дядя Миша. Попробовал медведь одно яблоко. Ничего, яблочки, свежают, проревел он. Набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой. А заяц домой к себе. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат хором. Дяденька заяц, дяденька заяц, дайте яблочек. Ничего не поделаешь, пришлось новый мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа. Куда идешь, колючая голова? спросил заяц. Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзинкой. Ты лучше у меня яблоки возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много. Сказал заяц и насыпал ежу полную корзину яблок. Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками угостил. Ходил, ходил заяц, устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг из бугорка крот. Он и крота угостил. Спасибо, дружище, сказал крот, и исчез под землей вместе с яблоками. В зайчьем домике давно ждут папу зайца. Чтобы скоротать время, мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам. И тут кто-то в дверь постучал. Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов. Вот, это вам мама просила передать. Пропищали зайчата и убежали. Ой, чудеса, прошептала зайчиха. Пришел ежик с корзиной, полный грибов. Хозяин дома? Спросил он зайчиху. Да нет, как с утра пошел, так и не возвращался. Попрощался ежик, ушел, а корзину с грибами оставил зайчихе. Соседка коза принесла капусты и крынку молока. Это для ваших детей, Жак, сказала она зайчихе. Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крыша под поло, и показалась голова крота. Это дом зайца? Спросил он. Да, мы тут живем, сказала зайчиха. Значит, я правильно подкоп вел. Обрадовался крот, и полетел из-под поло всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла. Привет, зайцу! Крикнул крот и исчез под землей. А ворона все каркает. Кар-кар, всем яблоки раздавал. А меня хоть бы одним яблочком угостил. Смутился заяц. Вытряхнул из мешка последнее яблоко. Вот, самое лучшее. Клюй на здоровье. Очень мне нужны твои яблоко, кар. Я их терпеть не могу, кар-кар. Что делается? Родным голодным детишкам пустой мешок несет. А я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу. Куда ж ты пойдешь, глупый? Смотри, какая туча собирается, кар-кар. Побежал заяц обратно в лес. Когда прибежал к своей заветной яблоке, то там увидел волк зайца. Заяц облизнулся и спрашивает. Что тебе здесь нужно? Я яблочки хотел собрать. Зайчатам. Значит, ты яблочки любишь? Люблю, люблю. А я зайцев очень люблю. Зарычал волк и бросился на зайца. Вот тут-то и пригодился зайцу в пустой мешок. Накинул он его на голову волку и побежал, чтобы было духа. Уже поздно ночью приблезся зайц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала. Тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь. Вскочили зайчата. Ура! Папа пришел! Зайчиха подбежала к двери. На пороге стоял зайц, весь мокрый. Я ничего, совсем ничего вам не принес, прошептал он. Зайчик ты мой бедный, воскликнула зайчиха. И вдруг страшный удар потряс дом. Это он! Волк! Волк! Забрите дверь! Прячьтесь все! Закричал зайц. Зазвенели стекла. Распахнулось окно. И появилась большая голова медведя. Вот! Держи от меня подарок! Прорычал медведь. Мед! Настоящий! Липовый! Утром вся зайчая семья собралась за столом. А на столе чего только нет. Грибы, орехи, свекла, капуста, мед, репа, морковь и картошка. А злая ворона удивляется. Никак ума не приложу. Как могло из пустого мешка столько добра появиться.